Картина Флора написана итальянским художником Франческо Мельци приблизительно в 1520 году. На ней изображена богиня Флора, олицетворяющая весеннее пробуждение природы и ее цветение. Художник Франческо Мельци был одним из самых талантливых учеников величайшего гения эпохи Возрождения Леонардо да Винчи. Мельци смог перенять от учителя особую технику передачи мягких теней и контуров под названием сфумато. Эту технику он использует и в картине Флора. Не случайно до середины XIX века картина предписывалась самому Леонардо да Винчи. На картине молодая женщина сидит в гроте в окружении папоротников и плюща. В складках ее одежды видны жасмин и анимоны, а в левой руке она держит цветок аквилегии или по-другому – кламбину. Поэтому картина имеет второе название – кламбина. Все растения на картине имеют символическое значение. Например, аквилегия – это символ плодородия, жасмин олицетворяет чистоту, а цветы анимоны по-гречески означают «ветер». Это указывает на связь Флоры с богом западного ветра Зефиром. Согласно древнему мифу, Флора была замужем за ним. Зефир, влюбленный в нимфу Хлою, превратил ее в богиню Флору – покровительницу растений. Обнаженная грудь Флоры еще раз подчеркивает ее роль матери цветов. Именно так, с одной обнаженной грудью, в древности изображали богиню Флору, символизируя ее материнское начало. Образ Флоры был особенно популярным в классической древности, откуда его охотно заимствовало искусство эпохи Возрождения. Эта картина, на мой взгляд, является одной из жемчужин в Эрмитажной коллекции.